Всем привет! Сегодня мы вместе с вами встречаем прекрасный рассвет в деревне, в которой я, можно сказать, родился и рос. Кстати говоря, мы стоим прямо возле того дома, где я провел большую часть своей жизни. Находится эта деревня в Тверской области, недалеко от Москвы, буквально в 100 километрах от нее. Давайте же пройдемся по деревне и посмотрим, что она из себя представляет. Субтитры создавал DimaTorzok Сама по себе деревня это одна большая улица, по сторонам которой расположены дома, в которых живут местные жители, а также сейчас уже это в большей степени дачники, которые построили себе здесь дома, которые приезжают сюда на лето, чтобы вырастить что-то на огороде или в парниках, или же просто отдохнуть от городской суеты в тишине деревни. В современных реалиях домики местных жителей прилично выделяются на фоне домов, которые построили себе сюда вновь прибывшие люди. В деревне довольно много домов, но домов местных жителей здесь не так много, так как людей, кто постоянно живет в этой деревне, можно насчитать примерно 20 человек. В деревне есть асфальтированная дорога и также есть не асфальтированная дорога, которая тянется в обе стороны этой деревни. Сама по себе деревня длиной примерно в 2 километра идет одна сплошная улица, по сторонам которой, как я уже говорил, стоят дома. Сама по себе деревня длиной примерно в 2 километра. Когда отдохнуть дачников с детьми, то зимой здесь довольно скучновато, так как здесь нет ни магазина, ни клуба. Клуба более в старом представлении, это что-то вроде дома культуры, где можно найти какое-то развлечение. Все эти условия находятся в соседней деревне, которая расположена в 3 километрах отсюда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Помимо жилых и довольно аккуратных домов, в деревне также присутствуют и уже нежилые дома с пустыми окнами. В этих домах никто не живет и в них уже нет ничего ценного или полезного. Такие дома даже со стороны можно увидеть, что они уже давно заброшены и что в них уже никто давно не живет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А мы в свою очередь уже довольно близко подошли к краю деревни. Осталось пройти еще немного и мы будем уже в самом конце. А.Кулакова 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 Музыка И сейчас мы уже идем ближе к краю деревни. В другую сторону идти нет смысла, так как тот конец деревни похож на этот. Также помимо двух концов деревни, в этой деревне также есть ферма, до которой мы и пройдем. Мы вернемся к тому месту, откуда начинали и пройдем эту дорогу к ферме. На этой ферме трудятся местные жители и не только. Там получают молоко из коров и также выращивают коров на мясо. Музыка Многие люди, приезжая из города, часто отмечают, что в деревне все же воздух на порядок чище, чем можно наблюдать в городе. Здесь легче дышится и в целом обстановка спокойная и более благоприятная для того, чтобы отдохнуть и насладиться природой и в целом жизнью. Музыка Музыка Если посмотреть дальше, то можно уже будет увидеть релизионную вышку и соседнюю деревню, до которой отсюда довольно близко дойти. Ну а мы с вами сейчас вернемся в центр и пройдемся до той самой фермы и посмотрим, что там да и как. Музыка Итак, вот мы и вернулись к тому месту, откуда мы и начинали. Ходили мы в ту сторону, а сейчас пойдем в обратную и повернем за угол к ферме. Коров там, скорее всего, уже нет. Сейчас их выгуливают, они пасутся, кушают травку и нагуливают, так сказать, молоко. Музыка Пока мы идем до фермы, а идти нам до фермы метров 400-500, у нас открываются такие виды. Здесь противопожарный пруд, который не так давно выкопали. Ну и дорога такая, какая она есть. Здесь дорога не менялась сколько лет. Здесь она существует, сколько я себя помню. Ну и в целом, со временем здесь ничего не меняется. Все остается на своих местах, все как и есть. И вот уже на горизонте появилась ферма, так как она выглядит со стороны. Нам осталось дойти до нее метров 100-150, и мы уже сможем взглянуть на нее поближе. Ферма здесь сдвоенная, то есть здесь имеется два двора, соединены они между собой крытым переходом, и в целом все это дело выглядит вот так. Сами можете в комментариях написать, как вам эти виды, и как вам сама ферма снаружи. Ну а территория вокруг фермы выглядит вот так. Как я и говорил ранее, коров сейчас на ферме нет. Они сейчас на выгуле, и поэтому ферма, так сказать, пустует. А справа от нас находится комната, которую называют моечной. Прямо перед нами находится закрытая комната, в которой находится холодильник, куда стекается все молоко со всего двора. Прямо перед нами находится живым, и где-то моих, когда зале почти два ш Ori tristeха. Прямо перед нами много expandений. Это полный pawв, так предаваемого крема, но Citizens Group 어� Üб Davementru украс成 маршруктных сантиметров. Всё рог努, так как рыцарм, взбавшись с ağ trib治 – а member, Вот такая она, вот российская деревня. Напишите в комментариях, хотели бы вы здесь провести свое детство или же нет. Также не забывайте делиться своим мнением об этой деревне. В комментариях мне будет интересно почитать, я отвечу всем. Ну а на этом я буду заканчивать. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok